Ребят, всем привет! С вами Inspire99 и в сегодняшнем видео мы поговорим про Kampfpanzer 07RH. Как вы знаете или не знаете, данный танк добавили на постоянную продажу. Добавили как за голду, так и за реальные деньги, как я понял. Будет он стоить 8500 голды. Купить его можно прямо сейчас, начиная с 3 апреля. Он уже продается, так что можете заходить и покупать, если он вам интересен. Ну и самый главный вопрос, а стоит ли? И вот этим мы сегодня и займемся. Потому что, с одной стороны, это высокая скорострельность, которая дает вам кучу и массу возможностей для удержания противника на месте и нанесения большущего количества урона в минуту. С другой стороны, точность, время сведения и стабилизация позволяют реализовывать, так сказать, это преимущество в полной мере. А для максимальной эффективности здесь еще и мобильность у нас хорошая. Но, с другой стороны, полное картонище. Минимальная альфа, наверное, среди всех СТ-8 на уровне. И здесь нужно разбираться. Поэтому, приятного вам просмотра. Ну а первое, то есть, с чего нужно действительно начинать, это бронирование данного танка. Ну, скорее, его отсутствие. Потому что оно, наверное, все-таки есть. Если так посмотреть на красную зону, можно подумать, что здесь вообще никакой снаряд ровным счетом не возьмет. На деле, все совершенно иначе. Здесь всего лишь 115 мм. И под таким вот небольшим иглом здесь порядка 180 мм. То есть, какой-нибудь Т-29 на 9 уровне, да, спокойно, ББшками с пробитием в 198 будет шить вас, ну, практически везде со 100% вероятностью. То есть, даже этот танк против себя 250 мм. Шанс пробития 100% и никаких вообще проблем с пробитием данного танка нет. И иногда бывает, когда он стоит на рельефе, вы попадаете в верхний бронелист, иногда может случиться рикошет, либо же непробитие. Но не более того. Иногда может еще что-то румбом танкануть, да, за счет того, что здесь борта не самые картонные, все-таки по 75 мм. Ну и под таким вот небольшим наклоном они дают, скажем так, рикошетный угол. Но, с другой стороны, зачем стрелять сюда, когда есть башня, которая также изи пробивается. Поэтому, ну, нужно понимать то, что танкует он по праздникам. Это как про джета 65, раньше на 10 уровне была. То есть, что-то иногда верхним бронелистом танканет за счет своего какого-то рикошета и безумного угла. Все, не более того. Во все остальные, ну, как бы, места КПЗ-07 пробиваются легко. То есть, любые тычки, допустим, от какой-нибудь ЛТ, 8 даже, 9-10, без разницы, даже 7 фугасами, ну, могут, скажем так, доставить нам неудобства. Какие-то попадания от арты, это тоже большая проблема. Поэтому броня, она здесь больше, скажем так, как бутафория, то есть, для украшения, не более того. То есть, этот танк точно не про броню и вообще танк, ну, на котором, если что-то танканете, можете просто радоваться. Не более того. Все остальное у данного танка спрятано в других характеристиках, а именно это в орудии. Если мне не изменяет память, то это, наверное, самая ДПМная СТ на своем уровне, ну, или одна из, то есть, да, базовая ДПМ, которую можно собрать с вентилем, досылателем, доп. пайком с Бобовым Братством, равен 3000. То есть, когда будет 394, если вы ставите, допустим, инструкцию, то уже получаете 3134. Если ставите боновое то и другое, то практически 3300 ДПМа, но и без того у вас получается, ну, если играть на базовом оборудовании, коим, наверное, и будет являться у всех у вас, если этот данный танк и есть, то ДПМ будет в районе 4 секунд. Помноженное все это еще более-менее вроде бы на точность, которая здесь 0.31, на время сведения, которая 1.31, ну, и вы понимаете то, что при такой сводке стабилизация на данном танке не важна, он будет моментально сводиться, и у КПЗ как бы вообще проблем с комфортностью нет. И пушка вниз на 9 градусов опускается, и, в принципе, скорость горизонтального перевода прицела тоже очень хорошая, то есть, пушка вертится прям отменно, то есть, с этим проблем никаких нет. Но все упирается в одно но, это альфа, всего лишь 200 единиц, то есть, вам нужно дать 5 тычек, потратить на это, ну, сколько там, 12, 16, 14 секунд приблизительно, да, чтобы дать 1000 урона, в то время как какая-нибудь Шкода за 3,5 секунды дает то же самое. И ты тут понимаешь то, что становится тебе тяжеловато, и не все так просто. Да, базовое пробитие 205, тоже, наверное, не самое сказочное, и летает, снаряд, тоже не так быстро, 960. Да, голдовый опыт, кумулятив, он летает еще медленнее, 870, и стрелять им с ценой в 4400, ну, как бы совсем не комильфо, и пробивает он не сильно, да, по меркам каких-то других там более-менее жирных СТ. Есть фугас еще с пробитием в 90, который летает также медленно, но вот им уже можно пользоваться, потому что здесь альфа 320 и все такое. Ну, проблема именно с реализацией, то есть сейчас игроки становятся все опытнее, опытнее, да, умнее и умнее, и, скажем так, реализовывать вот такой вот маленький ДПМ становится действительно тяжело. Почему перестали быть популярными 140, 62 и все остальное, потому что играть от большой альфы, даже с кривым каким-то орудием, все равно зачастую большей степени игроков проще. И вот здесь та же проблема, у нас есть точность, есть время сведения, есть стабилизация, есть УВН, есть ДПМ, все, это одна из самых ДПМных, если не самая ДПМная СТ на своем уровне. Но реализовать это очень тяжело. Да, у нас плюс ко всему еще есть потрясающая мобильность и скорость, у нас 65 базовые, 25, данный танк едет назад, скорость поворота 6, то есть он крутится вообще 63 градуса, это очень быстро, он на месте, ну, вот как волчок, просто как юла. Вот, удельная мощность хорошая, 23,5, да, и, то есть он себя показывает великолепно, то есть вообще проблем с какой-то перетяжкой, с переходом с одной позиции на другую вообще не наблюдается. Плюс ко всему здесь еще и маскировка более-менее неплохая, да, по меркам других СТ, она, ну, не то чтобы прям великолепная, да, но все-таки, если уж смотреть и рассуждать о том, то, что 32% это всего лишь с прокачанным перком на маскировку и с каким-либо камуфляжем, то здесь становится прям действительно все хорошо. Обзор только с вентилем раскачивается до 450 метров, это нам позволяет вести, скажем так, огонь на плюс-минус какие-то более-менее комфортные нам расстояния, почему? Потому что где-то мы можем сами подсветить, ну, и будучи незамеченным, да, за счет своей неплохой маскировки можем вести огонь. Все оно вроде бы прекрасно, да, и обзор хороший, и маскировка хорошая, и мобильность хорошая, да, с броней мы разобрались, но для СТ, наверное, и не так важна броня, возьмите тот же Проджет, возьмите того же Бураска, Но все упирается в эту альфу в 200. Мне очень нравится ШПТК, ну, вот прям вообще, я обожаю ШПТК, и, не знаю, вот для меня это, наверное, одна из лучших ПТСАВ, но это лучшая ПТСАВ, один, наверное, из лучших премов вообще в игре, и там вроде бы все довольно похожее между собой, да, такая же альфа мелкая, такое же и все остальное, но плюс ко всему там с водкой гораздо быстрее, там, ну, точность, я вообще молчу, 0.26, да, при всем при этом там ДПМ выше, там маскировка выше, что нам позволяет вести огонь, ну, прям совершенно, скажем так, из очень-очень ближних позиций, вот, да, мы картонные, да, мы абсолютно ничего не танчим, да, мы проигрываем в мобильности, но комфортность пушки с альфой в 250, она гораздо выше и чувствуется лучше, чем альфа в 200, но это очень мало, очень обидно, когда выезжает какой-нибудь дед и дает тебе на 450, а ты ему даешь на 180, да, это худший сценарий, когда у вас не прошла, когда у врага прошла, но, согласитесь, это бывает не так редко, и вот становится тяжело, то есть, когда у вас, скажем так, не всегда получается настреливать с дальней дистанции, а вы, так или иначе, будете играть на дальней дистанции, потому что, ну, играть на первой линии не получится, получится только у вас играть вторым номером, либо где-то вот полторашку такую, то есть, где-то за спинами союзников стоять и выходить и настреливать, то есть, это танк сам по себе такой паразит, то есть, он не может, скажем так, выполнять роль светляка, потому что он быстро отправится в ангар, силуэты больших, хп в 1350 немного, да, вроде бы скорость есть, но ЛТ его любые пересветят, с другой стороны, выполнять роль настрела тоже не всегда получается, вот, но могу, конечно, как бы я тут не говорил в негативном ключе на данном танке, иногда набивать на нем можно потрясающие цифры урона, скажем так, за короткий промежуток времени, то есть, ты можешь целый бой стоять и где-то уйти там с альфой 800, ну, не с альфой, да, со средним уроном, но при этом всем ты замечаешь и живешь до конца боя, в котором остается какой-нибудь КВ-5 или КВ-4, и такой бы еще там один Лева где-то в городе, и вот там буквально ты за 30 секунд можешь наколбасить полторы-две тысячи, условно говоря, да, где-то фугасом пристроить, где-то это, то есть, это максимально тот танк, на котором нужно жить до конца, потому что за счет его своего ДПМа, за счет своих фугасов, а там ДПМ на фугасе что-то 4200-4300, то есть, не дай бог, остается какой-то Скорпион, но вы его там гасите с трех, там, тычек, условно говоря, с трех-четырех, вы его, ну, очень быстро отправляете в ангар, очень быстро раскидываетесь с артой, но этот танк понравится далеко не всем, то есть, подходить к выбору данного танка я бы советовал с большой-большой осторожностью, скажем так, назвать танк, который бы в танках напоминал очень сильно его, ну, тяжело, наверное, это что-то похожее на К-91, что-то похожее, да, ну, ШПТК, К-91, вот это, больше, скажем так, аналогов, которые бы напоминали мне этот танк, нет, никакие не Центурионы, никакие не ФВ, все остальное не похоже, поэтому брать или не брать данный танк, ну, я бы поставил ему троечку, с точки зрения, скажем так, интересности геймплея, то, что ты быстрый, то, что у тебя есть фугасы, то, что ты вот так вот носишься по полю, то, что можешь налево и направо стрелять прям как, я не знаю, там, какой-то ковбой, но на деле сделать это очень тяжело, поэтому, скажем так, один вот его минус, это альфа, если бы здесь была альфа в 250 и ДПМ в 2700, это было бы гораздо лучше, чем с альфой в 200. Кстати, играть с альфой в 200 очень тяжело, ее пристроить сможет далеко не каждый, ну, и вы, в принципе, видите, да, по своей практике то, что данный танк особо часто в рандоме не встречается. Что касается оборудования на данный танк, то это обязательно досылатель, это обязательно вентиль, ну, и стабилизатор, наверное, старая добрая классика, потому что на обзор ему ничего не нужно, на скорость куда еще быстрее, да, вентиль нам даст прибавку, скажем так, к нашим главным характеристикам, к точности, к ДПМу, к обзору и ко всему остальному, вот, ну, и приблизительно вот так. Что касается полевой модернизации, тут всего лишь у нас три уровня, да, и что-то из этого прям брать и прокачивать, ну, наверное, такое себе, где-то точность, ну, там вы теряете стабилизацию, где-то вы получаете скорость ремонта ходовой, скорость назад, при этом теряете маскировку, судя по тому, что это картонный танк, терять маскировку не хочется, да, но и на втором уровне там то же самое, то есть ты либо делаешь минус, там, от штрафа за поврежденное БК, там, за разброс кардию, либо делаешь, там, скорость поворота ходовой быстрее, да, то есть тут любая из характеристик, которая будет улучшаться вами, она сугубо будет подстраиваться только под вас, поэтому что-то советовать в полевой модернизации я не могу. То есть есть танки, которые, в принципе, да, до удари понятные, и они играются, в принципе, нормально, да, там, какой-нибудь WZ-121GFT. Назвать данный танк им бой, наверное, язык не повернется все-таки в 23-м году, ну и, как бы, зная то, что это ПТ, в принципе, подойдет всем, то есть здесь нет ничего сложного, есть какая-то броня, есть какая-то вот такая вот альфа, и пошел ты там все раскидывай. С КПЗ-07 это всегда вот проблема, то есть это всегда танки с такой альфой, с такими характеристиками, это всегда довольно, скажем так, уязвимое пятно в мире премтанков, потому что есть какие-то более-менее стабильные. Но я уверен то, что какая-то часть из тех людей, которые посмотрят видеоролик и купят, им он обязательно понравится, ну и будет разочаровавшаяся часть. Поэтому здесь вам даже советовать не могу, покупать его или нет. Это ваши деньги, ваша голда, поэтому принимайте решение самостоятельно, посмотрите еще какой-либо обзор, потому что мое мнение может просто-напросто не совпадать с вашим. Ну а вы не забывайте то, что мы разыграем голду, мы разыграем 100 тысяч голды ежемесячно, а для того, чтобы участвовать, нужно подписаться на ютуб канал, поставить лайк, написать комментарий и подписаться на телеграм-канал, обязательно туда заходите, потому что там все самое интересное в телеге и происходит розыгрыш 100 тысяч голды. Всем большое спасибо, до новых встреч, пока-пока.